Солнце, песни, хороводы и блины. Все это Масленица. Народный праздник из глубины веков. Колоритные персонажи, праздничная атмосфера, проводы зимы и встречи весны – неиссякаемый источник вдохновения для творческих людей. Масленицу-красавицу воспевали, рисовали, снимали о ней киноленты. Словом, во всех художественных жанрах она хороша. А как отмечали Масленицу в XIX веке? Об этом очень ярко рассказывает вот эта картина, написанная Борисом Кустодиевым почти сто лет назад. И находится она, кстати, в нашем Национальном художественном музее. Картина-сказка, картина-мечта. Глядя на нее, не только восхищаешься вот этой яркостью и буйством красок, сколько слышишь прям вот звуки балаганной толпы и бубенцы троек. Так художник Борис Кустодиев, который родился в четверг на Масленицу 23 февраля 1878 года, возвращался к этой теме не менее шести раз. Первая была Масленица написана в XVI году Кустодиева. И в том же XVI году появляются еще два авторских повторения. Плюс последней вот в этом цикле будет работа «Портрет Шаляпина». Большой полноростовой портрет на фоне Масленичных куляний. Это уже будет позднее Масленица в 22-й год. Современные кинорежиссеры также воссоздают традиции народных праздников. Но именно дореволюционная Масленица представляется более праздничной, нарядной и веселой. Художественная литература. Описание Масленицы есть и у Пушкина в Евгении Онегине, и у Куприна в Юнкерах, у Антона Чехова и Ивана Бунина. Масленица была яркими декорациями к их литературным произведениям. Скоро Масленице бойкой закипит широкий пир. Такой эпиграф написал «Пётр Вяземский» к пьесе Петра Чайковского из цикла «Времена года. Февраль». В оркестровом изложении, пожалуй, одним из самых ярких примеров, наверное, будет Петрушка Стравинского, где появляется этот праздник. И, кроме того, в «Снегурочке» Римского-Корсакова тоже этот праздник является основным из действий в массовых сценах. Музыку к балету Петрушка, который украшает афишу Большого театра Беларуси, написал композитор Игорь Стравинский. Спектакль в 1911 году стал гвоздем русских сезонов Парижа. В то время никто и подумать не мог, что Петрушка, с присущей ему неуклюжей пластикой и печальным лицом, станет символом балетного авангарда. По мотивам пьесы Александра Островского «Снегурочка» композитор Римский-Корсаков написал оперу. Произведение «Весенняя сказка о дочке Мороза и весны» не раз экранизировалось, существует и полнометражный анимационный опера-фильм. Чучело зимы, песни-хороводы, юмор – самый главный и неотъемлемый атрибут масленичных гуляний. Кто это? Масленица. И когда придет? Стой, кто идет? Это я, масленица. Твое? Мое. А ну забирай. Лариса Гулякевич, Максим Кураш собрали образ масленицы в твоем городе.